Меняют оборудование, строят новые коммунальные объекты. В Сургутском районе на подготовку к осенне-зимнему периоду в этом году выделено около 330 миллионов рублей. На эти средства удастся решить серьезные проблемы, которые могли возникнуть с наступлением холодов. К отопительному сезону улучшится и качество предоставляемых услуг. Подробнее в материале нашего корреспондента. Встреча с Барсово До конца лета в Сургутском районе заменят порядка 9 километров сетей. На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено около 328 миллионов рублей. Средства из разных источников местной казны регионального и федерального бюджетов. Коммунальные объекты не только ремонтируют, но и строят новые. В поселке Солнечный сейчас возводят котельную. Объект крупный и дорогостоящий. Стоимость составляет более 600 миллионов рублей. Она будет взамен двух существующих. Ну и плюс дополнительно 15 мегаватт дополнительной мощности. Для того, чтобы эту улицу Зоя Космедемьянской можно было дальше застраивать. Это ИБК, инвестиционный бюджетный кредит. Там 80% это федеральные средства и 20% это бюджет Сургутского района. Очень большой объект ожидаем сдачи в конце сентября. Это ВОС и городское поселение Федоровский. Подача теплоэнергии в поселке Солнечный будет лучше и качественнее. Запуск нового коммунального объекта позволит расширить и жилую застройку. Пока существующих мощностей не хватает на эти цели. Главная задача в этом году это само создание котельной. Она будет блочно-модульная котельная на 50 мегаватт. Как раз сейчас завод в Екатеринбурге занимается сборкой и созданием этой котельной. Мы планируем до конца октября закончить сборку котельной. Соответственно в этом случае уже рисков, скажем так, не ввода котельной мы исключим. В Сургутском районе работает 27 котельных. В этом году ремонтируют котлы в поселках Нижнесартымский и Солнечный в деревне Рускинской. Подготовка к осенне-зимнему периоду идет по графику.